Здравствуйте, друзья! С вами преподаватель по школьной программе Елена Владимировна. И сегодня мы продолжаем готовиться к ВПР. Сегодня разбираем номер для 6 класса. Это первый номер. Давайте сначала посмотрим на пример и расставим действие. Конечно, первое в скобках. Давайте вот это первое, пускай вот это вычитание второе, а вот это вычитание третье. Остается у нас только деление, это четвертое действие. Давайте первое выписывать. Ребята, подвох всего номера в том, что вы вычитаете из меньшего числа большее, и получится число с минусом. Посмотрите, как делается правильно. Мы берем число большее, вычитаем из него число меньшее, и обязательно не забудем поставить минус. Но есть еще другой способ при помощи смекалки, логики. Смотрите, мама с утра вам дала 186 рублей, а когда вы пошли в школу, отзанимались там и пошли в столовую, что пирожок, который вам очень понравился, стоил аж 195 рублей, а у вас было только 186. Этот пирожок 195. Значит, вам не хватало. А сколько? Ну, конечно, вы все догадались, что вам не хватало 9 рублей. А когда не хватало, значит, у вас нет. А нету, значит, минус. Можно было и правильным способом, а можно и логику применить. Тоже хорошо. Давайте второе делать. Я второе действие сразу выписала в столбик. Так удобнее. Зато не ошибемся. Давайте приступим, ребята. Из трех девять не можем вычитать, занимаем единичку. Из тринадцати девять четыре. Из единички четыре не можем вычитать, поэтому занимаем. Из одиннадцати четыре семь. Все, сделали второе действие. Третье пишем. Смотрите, такая же история, как в первом действии. Вы должны из меньшего числа вычесть большее число. А я снова предлагаю вам воспользоваться логикой. Опять, семьдесят четыре рубля было у вас. Ну, папа в этот раз вам дал, наверное, денежку. А булочка восемьдесят три рубля стоила. Сколько же вам, получается, не хватало на булочку? Конечно, девять рублей. Не хватало, конечно, минус, потому что у вас их нет, а когда нет, это минус. А теперь нам осталось взять первое действие. Взять третье действие. И третье поделить на первое. Ребята, минус делить на минус будет плюс. А 9 делить на 9 будет 1. Вот и все. Это ответ. А с вами была преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. Удачи вам на контрольных экзаменах. И ни пуха вам ни пера. Пока он. Пока. Пока. Продолжение следует...